Аплодисменты Юбилеи бывают разные. Пышные и поскромнее, радостные и печальные, торжественные и рядовые. Комсомольское швейное объединение Для Комсомольского швейного объединения этот юбилей – сорокалетие, скорее рабочий, трудовой. Его встречают незвучными речами и громкими лозунгами, пышными чествованиями и наградами, а обычной напряженной работой, которая всегда отличала этот, в основном, женский коллектив. Апрель 98-го – месяц особенной в истории Комсомольской швейной фабрики. В апреле она родилась, и официально день 26 апреля 58-го года стал днем рождения предприятия. Тогда, в конце 50-х, 8 швейных фабрик, построенных по одному проекту, рассчитанных на одинаковое число работающих 5 тысяч, вошли в строй действующих по всей России. В том числе Орская, Новосибирская, Комсомольская, Хабаровская. Сегодня из 8-ми работает лишь комсомолка. Как удалось выжить? Я вот практически уже 20 лет здесь работаю. Вот 33 на предприятии на нашем, а из них 20 в этом цехе. Вот можете себе представить, контролером здесь, мастером здесь, инструктором здесь, технологом здесь и начальником здесь. То есть все становления моей биографии происходило именно в этом цехе. Не знаю, не могу даже сказать, но даже трудно, и даже денег не платят, все равно нет желания уходить. Я выбрала эту профессию 28 лет назад, и другого я ничего не хочу. Мне нравится эта работа, нравится очень коллектив, нравится все, что у нас на фабрике есть. И я просто верю, что я работаю в том месте, где я сегодня просто необходима. В общем-то это как мой дом второй. И можно было бы где-то и работу лучше уже найти, и более оплачиваемую, но уже это как ребенок твой. Нельзя уже от этого отойти. Вообще это мое дело. Это мое дело, и не столько там выбрано, как родное предприятие. Это мое дело, которое, значит, оно, я его научилась, я его, значит, для себя закрепляла, и оно осталось моим делом. Я очень люблю вот это свое, и как ремесло, так и дело, так и фабрику. Я пришла сюда девочкой в 16 лет, и вот до сих пор тружусь. А почему была выбрана вами в самом начале жизненном пути именно швейная фабрику? Мне нравилось шить. Я начала шить с 10 лет. Вот. И полюбила эту профессию, поступила в наше ФЗО при швейной фабрике, когда фабрика только строилась. Закончив это ФЗО, осталась здесь до сих пор. В трудовой книжке запись одна принят. Еще не уволен. Галина Петровна, и даже несмотря на те трудности, которые вот сейчас предприятие переживает, и были и раньше тоже нелегкие времена, у вас никогда не возникала мысль о том, чтобы, ну, все-таки как-то вот поправить свои финансовые дела, ну, уйти с предприятия? Нет. Не было у вас такой бизнеса? Нет. Нет, да? Не было. А почему? Ну, надо уже уходить, я уже пенсионер, надо уходить, но пока еще работаю. А что вас держит здесь? На фабрике? Что держит? Да здесь все мое родное. Главное, что отличает этих людей, преданность любимому делу. Преданность и высочайший профессионализм. Союз единомышленников, мастеров с золотыми руками, тех, кто душой болеет за честь фабричной марки, был на предприятии всегда. Это очень важно для стабильной работы коллектива. Но чтобы видеть перспективу, планировать завтрашний день, нужен лидер, как ему удается вести за собой людей. Ну, наверное, сыграла роль, значит, прошедшая жизнь и прошедшая моя деятельность. С первых дней, что ли, моей руководящей работы я всегда был в числе победителей. Будь это в цехе начальником установки, она отмечалась как лучше, будь это цех за два года работы в Аржиникидзе, я все два года держал знамя заводское. Это на нефтеперерабатывающем заводе? Мы также имели и знамя ЦК партии, которая сегодня, так сказать, может быть, той цены не имеет, это нелегко доставалось. С приходом сюда после, значит, короткого времени мы практически были победителями краевого соревнования. Все знамена остались у нас, и городские, и краевые, и отраслевые, значит, места. Наверное, это, так сказать, входило, что ли, в норму. Ну и если не брать даже не в производственные деятельности, мне пришлось несколько видами спорта заниматься. Не всегда я был чемпион, но был, и желание всегда победить, быть первым, оно, так сказать, как вы говорите, и в крови. Может быть, это не в крови, может быть, это выработалось. Но, я думаю, сегодня не это главное. Сегодня уже, так сказать, нет знамен, нет даже оценок, кто из нас лучше. Есть вот чувство, ну, сознание того, что при тебе вот было хорошо и стало плохо. Как можно сейчас оставить коллектив, даже когда это диктуется, будем говорить, житейски, необходимостью даже отдохнуть или полечиться, если хотите, этого слова, боишься оставить. Что даже то небольшое, что за это время потери будут, они при этом тяжелом положении еще усугубляют ситуацию. Поэтому, если хотите, это уже на самолюбии. Очень бы не хотелось заканчивать свою трудовую деятельность и свою жизнь тем, что вот развалил и ушел, и что меня кляли, это вот я вам чисто, искренне, по-человечески. И даже, так сказать, соблазнительные предложения о переходе на другую работу, на более, так сказать, высокую и почитаемую, уважаемую, я отказывался и не мысли сегодня о принятии подобных решений, если даже бы поступили. До тех пор, пока я буду говорить, не почувствую, что я морально имею право оставить коллектив, буду стараться, как получится. Гарантии заверений дать не могу, но я буду стараться сделать все, что еще, так сказать, и физически, и, так сказать, интеллектуально смогу. История Комсомолки яркая, многоликая, неоднозначная. В ней было все. Победы и поражения, головокружительный успех и годы забвения. Жизнь предприятия вобрала в себя приметы времени, социальных и экономических преобразований. У фабрики были и взлеты, и падения. Взлета можно вспомнить гораздо больше, чем было падение. Фабрика преодолевает, все-таки стремится к тому, чтобы преодолеть все трудности. Фабрику на сегодняшний день можно назвать учебным полигоном. Наших специалистов можно встретить во многих уголках России. Наших специалистов с удовольствием берут другие предприятия. Это потому, что у нас были за все время много хороших руководителей. Это директор Шевчук Андрей Романович. Сменил его не в легкое время Белевкин Иван Иванович. Главный инженер Кузьмина Татьяна Геннадьевна. Сменил ее молодой специалист Ковылина Людмила Николаевна. И могу назвать сегодня многих специалистов, которые помогли обучить наших молодых специалистов. Это Филатову Надежду Николаевну, Соливон Валентину Петровну, Кунгурову Светлану Егоровну, Болдыреву Валентину Степановну, Субботину Светлану. Я не хочу сказать, что в первые 30 лет фабрики работалось очень легко. В первые 30 лет не хватало у нас в основном чего? Хорошего оборудования, сырья. На сегодняшний день, я хочу сказать, сегодня можно закупить буквально все. Были бы только деньги. Но для того, чтобы были деньги, на сегодняшний день нужно увеличивать численность. Ну и в то время были такие моменты. Допустим, были когда-то у нас цеха, швейно шили готовые изделия, допустим, пальтовый ассортимент. Не было меховых воротников. Значит, руководство принимало такое решение. Отшивали готовые изделия, складывали на склады, были забиты полностью склады. Но проходило какое-то время, поиски, находились меховые воротники, дорабатывали изделия. И как бы то ни было, все изделия в конечном итоге были реализованы. Светлана Ивановна, а были у вас любимые изделия, которые больше вам нравилось шить? Ну, я в основном работала как мастером, технологом, начальником цеха, в основном на пальтовом тяжелом ассортименте. Детский пальтовый ассортимент и мужской пальтовый ассортимент. В основном на этом ассортименте работала. Все удавалось? Самые сложные фасоны удавались? Все удавалось благодаря хороших моих работниц. Вот. Сегодня я бы хотела обратиться и поздравить, если помнят еще нашу бригаду, где я руководила, наших первых работниц. Это Шмелькову Марию, Воронцову Надежду, Соливон Валентину, Рис, Щербакову. Ну, бригада громадная, наверное, человек... Громадная. Бригада была где-то около 50 человек. Я бы хотела поздравить бригаду, пожелать им здоровья и всего-всего хорошего. Уже к концу 58-го на только что открытом предприятии была выпущена первая партия продукции. Мужские полупальто, брюки и зимнее детское пальто. А шили их молодые работницы, закончившие фабричное ФЗО, открытое за полгода до дня рождения самого предприятия. Но первые годы шили на фабрике в основном не гражданскую одежду, а военное обмундирование, солдатские гимнастерки, галифе, китель. Фабрично-заводское училище, позже ПТУ, ГПТУ, СПТУ, ВПУ, так оно называлось в течение 30 лет, не меняя своей сути, выпускало ежегодно по 300 молодых швей. Выпускницей одного из первых наборов была начальник отдела кадров фабрики Галина Петровна Коваленко. Когда мы закончили училище, то есть ФЗО, нас направили в швейный цех, швеями. И сразу мы стали шить гимнастерки. Я сидела на ответственной операции, и когда видела солдат, я обращала внимание на воротнички и рукава, которые я обрабатывала, нет ли там брака. Но я переживала, как же я шью. И на живых солдатах смотрела, как я вточала рукав, как обработала стоечку воротника. А солдаты думали, что я влюбилась в них. И обязательно обращали на меня внимание. Это было, конечно, интересно, юность вспоминать. Приходя на работу, говорила, что вроде бы нормально шью эту операцию. Воротничок да рукав. За 40 лет жизни фабрикой был освоен самый широкий ассортимент разнообразной, модной, современной одежды. И не только одежды, но и аксессуаров к ней. Сумок, портмоне, перчаток, шапок. Сейчас на комсомолке шьют все. От плащей и пальто, элегантных шелковых костюмов и мужских сорочек, до кожаных курток, норковых свингеров и даже лисьих манто. В конце 80-х, начале 90-х годов предприятие пережило настоящую техническую революцию. Производство оснастилось новейшими машинами японского и германского изготовления «Джуки» и «Дюркоп». Уникальным раскроенным комплексом «Гербер» американской фирмы с системой автоматизированного проектирования, мощным компьютерным центром, для разработки и внедрения моделей. Что это дало? Вы понимаете, сегодня наступило время, ничего нельзя делать плохо. Понимаете? Все, что ты делаешь сегодня, должно быть только отличного качества, потому что за плохое цену не возьмешь. Мы сегодня не какая-то фабрика узкоспециализированная, как их большинство за рубежом, а мы практически все ядные. Благодаря этому мы можем сегодня взяться практически за любой ассортимент. Это не всегда экономически выгодно и целесообразно, но если это надо, мы это можем. Поэтому это дает нам сегодня особенно, вот это важно, даже не в те годы, когда мы провели техпериоружение, тогда была плановая система, была специализация, что тебе записали, то ты должен сделать для этого, у тебя технология была. А вот сегодня, когда рынок спроса и предложения очень динамичны, значит, особенно поступающие заказы сына фирм, мы очень быстро можем перестроиться. И мы, кстати, не считаем законченным этим, несмотря на сложное финансовое положение, мы докупаем технологическое оборудование, еще планируем докупить. Потому что не весь ассортимент мы пошивали, кое-какого у нас оборудования не было, и мы сегодня еще дополнительно приобретаем. Результаты технического перевооружения налицо. Вот только последнее достижение. Это награды, привезенные из Москвы, с последней ярмарки. Благодарственное письмо от президента акционерного общества Рослегпром за участие в 10-й юбилейной ярмарке по продаже товаров легкой и текстильной промышленности с пожеланиями успехов в обеспечении российских покупателей высококачественными товарами и с надеждой на дальнейшее сотрудничество. На последней выставке в Москве в марте этого года комсомольчане были единственными, кто представлял швейную промышленность России за Уралом. Только одна претензия была высказана нашим землякам о законодательной моде в столице. Замечание об отсутствии одежды класса люкс. А вот с Вячеславом Зайцевым даже удалось заключить договор о выпуске моделей под его маркой. Конечно, бывая на выставках, на ярмарках, лишний раз просто гордишься тем, что работаешь на большой фирме, на той фирме, которая призвана создавать одежду, изготавливать ее. И сегодня есть все предпосылки, и все сегодня у нас есть на фабрике для того, чтобы не отставать от западных предприятий, от иностранных фирм и шагать в ногу со временем. А почему же все-таки фабрика сегодня работает в основном на южнокорейскую фирму? Наш потребитель, в общем-то, как-то забыт? Или, ну, по крайней мере, не ориентируетесь вы на нашего потребителя? Сегодня просто очень много... Во-первых, сегодня недостаток средств для того, чтобы покупать хорошую, потому что заключаем мы договора взаимозачетом, но, тем не менее, те ткани, которые необходимы, из которых сегодня, как говорится, будет одежда в ногу со временем, необходимо покупать за деньги. То есть такие хорошие ткани, фурнитура подается за деньги. Поэтому просто недостаток средств на предприятии. Потому что сегодня, что говорить, правительство не уделяет внимания легкой промышленности. Вон у нас стоят какие-то предприятия, монстры. И поэтому у нас средств недостаточно для того, чтобы больше изготавливать одежды. Вот именно для внутреннего рынка. И все равно, вряд ли какое-нибудь подобное предприятие в отрасли может похвастаться таким разнообразием материальной базы. И сегодня технический арсенал фабрики безграничен, уникален. Вот этот цех вышивки открылся в 1990 году. Здесь установлен 12-головочный вышивальный автомат с компьютерным проектированием и программным вводом рисунка. Подобного оснащения нет ни на одной швейной фабрике региона. То же самое можно сказать и об испытательной лаборатории, открытой на предприятии много лет назад, но постоянно обновляющей свою материальную базу. Татьяна Вячеславовна, в чем назначение Вашей лаборатории? Наша лаборатория предназначена для того, чтобы ткани все, поступающие на фабрику, материалы, ткани, фурнитура, то есть нитки, кнопки, все проходит испытание, то есть проверку на прочность. И только на прочность? Ну, прочность заключается от много всяких параметров. Например, вот если ткани, прочность заключается от ткани в чем? Мы проверяем ее на разрывную нагрузку, на усадку, усадку от ВТО, то есть ваша тепловая обработка, от стирки, ну и другое. Нитки – это разрыв удлинения, кнопки – это усилие фиксации, усилие зажима и крепость держания. Ткани, которые приходят, проверяем, смотрим тоже пошивочные свойства. Машины везде разные, и под каждую машину уже не подстроишься. Потом, если знаем, что именно будет пошиваться уже из определенной ткани, мы как изделия, уже делаем испытания, как на изделие, а не как на ткань. То есть потребительские свойства. Например, там, если брюки, там что-то, истирание, как будет истираться ткань такого. Вы говорите, ваша лаборатория единственная в городе, да? Да, единственная в городе. Ее услугами пользуются другие предприятия, организации? Да, нашими услугами пользуются еще ЦСМ, то есть нам, эксперты ЦСМ, приносят на испытания уже не, не как мы здесь на фабрике, испытываем ткани, а готовые изделия. И там проверяются потребительские свойства этих изделий. Воздухопроницаемость, как ткань пропускает воздух, там, задерживает тепло, гигроскопичность, то есть это потеря влаги или удержание влаги. Вот. Как ткань линяет, не линяет, там, в носке, в стирке. Участок по изготовлению универсально-сборных приспособлений – гордость предприятия. В прошлом году здесь отметили 10 лет с момента его создания. И только в прошлом году за счет применения уникальных приставок, механизмов, специальных узлов к швейным агрегатам удалось сэкономить на основном производстве почти 40 миллионов рублей, добиваясь идеального качества, увеличивая производительность труда. Вы стояли у истоков организации этого участка? Этот участок был создан по инициативе Ивана Ивановича Белевкина. Я тогда работала в техническом отделе и занималась маломеханизацией. Он узнал о существовании приспособлений таких вот и, в общем-то, предложил нам организовать такой участок. И вот с самого начала, 11 лет тому назад, мы начали организовывать этот участок. Вот работали. Я работала, Василий Горыч работал, и был у нас еще механик Виктор Александрович Котов. Сейчас он на пенсии. Вот. Вот троем организовывали этот участок. Нам помогал Юрий Александрович Дутко, вот сейчас главный инженер наш. Ну и, в общем-то, по инициативе Белевкина это было создано. А с чего вы начинали? Мы начинали, ну, вначале мы изучили то, что есть у нас в нашей стране, какие виды приспособлений. Вот. Посмотрели, какой банк у нас в наличии есть. И начали изучать зарубежную литературу. Начали японские образцы изучать. Вот. И, посмотрев наши возможности технические, значит, заказали оборудование в Японии по изготовлению этих приспособлений станки, инструменты. И, значит, институт в Хабаровске был, научно-исследовательский институт Зеленкова. И, значит, эти товарищи приезжали к нам, помогли нам с обучением, потому что в Хабаровске уже давно занимались подобным вопросом. Вот. Помогли нам встать на ноги. После этого мы тоже 11 лет мы работаем, к нам приезжали со многих предприятий. Уже учиться у вас, да, перенимать ваш опыт? Да. Да, приезжали с Сибири, приезжали с Казахстана, с Урала приезжали, даже с Мадмосковья, с Дмитриева приезжали к нам учиться. Ну, вот сейчас, не знаю, как в связи с сегодняшним положением, практически таких участков не осталось, потому что предприятия все закрыты. А сколько здесь, вот сейчас, в арсенале у вас оригинальных всяких приспособлений? Ну, у нас наименований, в общем-то, разработано более 500 наименований различных. А в количественном выражении это более 2000, наверное. Ну, у нас вот ежемесячно в швейных цехах используется где-то 40 приспособлений, 50 различных конструкций. Вот за прошлый год сделали более 400 приспособлений различных. Слесарей Василия Егоровича Большакова, Николая Федоровича Рожкова, инженера Галину Яковлевну Ковтун, всех новаторов, всех талантливых организаторов производства мы поздравляем с праздником и желаем им новых творческих побед. Я пришел без приглашения В этот дом Твой светлый праздник Стоял день Твой день рождения Красный цвет В закатах красит Я сказал Поздравляю И счастья тебе желаю Я счастья тебе желаю Пусть не со мной Так с другим И я сказал Поздравляю Как буду я жить Не знаю Но все же Благословляю И поздравляю С днем Прожди я Твоим Может быть Несмотря на финансовый Кризис Тяжелейшее Экономическое Положение На предприятии Стремятся Сделать Многое Для Социальной Защищенности Работниц Конечно Речь Пока Не идет О возвращении Многочисленных Некогда Прекрасно Оборудованных Объектах Культурно-бытового Назначения С которыми Объединению Пришлось Расстаться В начале 90-х Годов Пока На их Восстановление И обустройство Нет средств Но Многое Из того Что может Облегчить Обычные Повседневные Заботы Делается На предприятии И пользуется Спросом Кожевиное Производство Было освоено На фабрике Лет 15-17 Назад А почему Бы не Использовать Его отходы Подумали Руководители И открыли На фабрике Мастерскую По ремонту Обуви Ей Ровно Год Расценки На 25-30 Рублей Ниже Чем В городских Мастерских Сапожных Делмастер Татьяна Геннадьевна Масловская Выполнит Любой Ваш Заказ Быстро И Хорошо Кроме того На фабрике Работает Парикмахерская Сауна Косметический Кабинет Несколько лет Была закрыта Заводская Столовая Причина Все та же Финансовый Кризис Но Появились Деньги И решено Было Открыть Свой Хлебный Цех Где Можно Купить Не только Вкусный Пышный Хлеб Но и Любую Выпечку Даже Пельмени Пиццу Торт А недавно Накануне Праздника Здесь Запустили Линию По выработке Макаронных Изделий Вермишели Вместе С юбилеем Фабрики Отмечает Свой день Рождения Заводской Здравпункт Сегодня ему 40 лет За внимание И чуткость Высокий Профессионализм И верность Долгу Благодаря Отработнице Фабрики Участкового Терапевта Лидию Исаковну Губину Медсестру Светлану Александру Глухову Врача Гинеколога Нину Федоровну Паршенко И акушерку Светлану Николаевну Шульгу Особые слова Благодарности Заведующей Здравпунктом Светлане Георгиевне Борисенко Поздравляю Счастья Тебе Желаю Я счастья Тебе Желаю Пусть Не со мной Как с другим И я сказал Поздравляю Как буду я Жить Не знаю Но все же Благодаря Славляю И поздравляю С днем Прождения Твоим Поздравляю 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 с днём рождения твоим Поздравляю и счастья тебе желаю Я счастья тебе желаю Пусть не со мной, так с другим Поздравляю, как буду я жить, не знаю Но всё же благословляю И поздравляю с днём рождения твоим Я поздравляю с днём рождения твоим Я поздравляю с днём рождения твоим Сегодня коллектив фабрики уменьшился в пять раз. Около 900 работающих осталось на предприятии, насчитывавшем когда-то более 4,5 тысяч швей, и поставлявшем свои изделия почти в 600 населенных пунктов страны. От Алтая до Якутии, Приморье и Тулы, Иваново и Курска, Москвы и Читы, Саратова и Монголии, Крайнего Севера и Бурятии. Сейчас у комсомолки всего 101 покупатель. Но слава о ней, как и прежде, идет далеко за пределами Дальнего Востока. Постоянный участник выставочной, экспертно-маркетинговой и закупочной программы «Лучшие товары и услуги на рынках России» швейное объединение «Комсомолка» названо лидирующим среди 50 лучших отечественных товаропроизводителей. В объединение сегодня уже пришли документы на присвоение фабрики российского знака качества. А начиналось все так. В апреле 1954-го был заложен первый кирпич в здании фабрики. В апреле 1958-го открыт первый швейный цех. В октябре 1964-го введен в эксплуатацию главный корпус предприятия. Всех, кто работал на фабрике в те годы, кто трудился, не жалея сил и здоровья, на строительстве ее детских садов, профилакториев, баз отдыха, стадиона, назвать сейчас просто невозможно, не хватит времени. Представим лишь некоторых из них. Когда пришел на фабрику к нам Шевчук Андрей Романович, ну здесь уже началась по-настоящему работа у нас на фабрике, потому что он такой человек был, что ему все надо. Он хотел вывезти фабрику в передовые. И вот смотрел, где хуже, где лучше, где кого переставить. И вот однажды он вызвал меня к себе и говорит, Валентина Степановна, я хотел бы, чтобы вы взяли одну из отстающих бригад по пошиву пальто зимнего. Ну, я работала в бригаде, там было 50 человек, а в этой бригаде было 108 или 112 человек. Это очень большая бригада. Изделия несовершенно новые, хотя что-то и есть общее, это с пиджаком, но все-таки много нового. Ну, было очень страшно. И сменились сразу трех мастеров. Там три мастера, мастер, помощник и еще бригадир. Всех троих сменили. Вот я пришла, совершенно незнакомые люди, их столько много, кругом завалы, неразбериха. И вот день на работе, а когда прихожу домой, у меня одна задача передо мной стояла, как мне выучить имя и отчество каждой работницы. Потому что подойти так, а когда подойдешь и скажешь по имени и отчеству, уже совсем другое отношение к тебе. Ну, месяца три я кувыркалась. Через три месяца у нас уже дела пошли неплохо. И позже уже стали занимать первые места. Так пошло. Все нормально. Этот закон психологии, подойти к человеку и обратиться по имени, это вы сами для себя открыли или вас кто-то научил? Нет. Ну, я знала, что вот тогда, когда пришел в Шевчук и пригласил меня, и вот мне казалось бы, человек меня совершенно не знает, называет меня по имени и отчеству, очень обходительный. Ну, как я могла отказать такое? Ну, я считала, что и мне надо брать пример и поступать точно так же. Ну, вот, а потом тогда, когда работаешь много, вот полюбишь каждую работницу, каждую, потому что с ними столько много времени, а вот особенно, знаете, придешь, вот мастер приходит в шесть часов утра на работу, смена начинается в семь, мы приходим в шесть. Надо, значит, включить электроэнергию, все нагревательные приборы, и с половины седьмого приходит работница. И вот ты уже в дверях стоишь и встречаешь каждую работницу, рад каждой работнице. И вот когда подходят минуты, уже остается пять минут, и ты видишь, кого нет. У тебя уже так это все трясется, думаешь, боже мой, как же мне пополнить эти места, как же мне пустить-то, чтобы у меня ритмично шла работа. Наконец появляется последняя. Ой, здесь уже готов расцеловать ее. Вообще очень интересная работа, очень интересная. Мне кажется, такая однообразная, такая тяжелая. Нет, нет, не тяжелая, даже и работница не тяжелая, работа интересная. Сегодня, конечно, у предприятия не лучшие дни, как и у всей страны, да, как и у нашего города. И тем не менее, вот что вы думаете по поводу того, как выбраться из кризиса, как комсомолки обрести былую славу, как жить по-настоящему, работать по-настоящему. Ну вот, мне бы пожелание такое было отделу кадров, администрации фабрики, Милевкину Ивану Ивановичу, просьба такая, не забывать ветеранов. Ветераны труда, ведь это все-таки, есть ведь ветераны труда всех поколений работали на фабрике, а ведь есть еще и поколения из 40-х годов, да, теперь уже на пенсии. Обратиться к ним с такой просьбой, хотя бы участие принимали вот в субботниках, науководке. А, то есть привлекали бы? Да, привлекали бы, не забывали бы, да. Ну и вообще-то, может быть, с какой-то стороны, если у нас было очень хорошее начинание, вот я была членом Совета ветеранов много лет, а Панасенко Мария Евгеньевна возглавляла, мне часто приходилось, заседания мы проводили, то мы слушали вопросы о материальном положении наших ветеранов, наших работниц. Иван Иванович выделял материальную помощь, хорошо, хотя бы в год, раза два, поощрялись наши работники за хорошую работу. Ну сейчас трудное положение понятно, но все-таки хотя бы морально как-то бы поддерживали. Я думаю, какая же помощь была со стороны администрации, для того, чтобы закреплялись кадры, для того, чтобы шли к нам работницы. Вы знаете, большая заслуга была директора. Директора знали как отца. Вот, например, было так, что сегодня надо субботу работать, следующую субботу, а еще и третью субботу. Но уже ведь это же и очень тяжело, это крайне надо, для того, чтобы фабрика вышла с планом, передовые. Здесь уже приходит на подмогу Андрей Романович. Он приходит сам. И вы знаете, он уже знает, у нас обеденный перерыв не у всей фабрики сразу, а вот такой-то цех, тогда-то, такой-то, тогда-то. И он старается перейти в этот перерыв. И вы знаете, как к нему люди льнули? Он только заходит со всех сторон к нему. И вот он начинает уже здесь, значит, говорить, что вот вы понимаете, такая обстановка на фабрике, то все. Люди понимали и безоговорочно все выходили. Ведь это очень большое дело тогда, когда внимательно относятся руководство фабрики к работницам. Это очень большое дело. А потом уже и передается друг от друга, друг другу уже начинают говорить. А вы знаете, как на фабрике хорошо работать? Какой внимательный директор, какой внимательный там инженер, мастера и все. Все-таки вот мастера, в первую очередь, конечно, ну, я думаю, что сейчас хорошие мастера. Еще даже есть те, которые в нашу бытность работали. И дирекции, администрации больше общаться с рабочим классом. Многие ветераны фабрики выросли вместе с ней. И жизни своей без родного предприятия представить не могут. Если бы вы были директором, вот что бы вы сделали для того, чтобы фабрика возродилась и не работала только на зарубежного потребителя? Ну, во-первых, надо как-то наладить именно, чтобы у нас был престиж наших отечественных предприятий, наших изделий. Поменьше завозить вот этого шерпотреба из Китая. Люди же сейчас как, что подешевле, они смотрят на качество и на прочность изделий, на внешний вид. Прежде всего, надо как-то наладить, вот, чтобы наша заинтересованность местных производителей. Я так думаю, что мы сейчас, ну, должны искать пути не только вот производства швейного производства, но и другие виды деятельности на предприятии. Другая, ну, или производство, или другие виды работ. Ну, вплоть до, может быть, для нас новых видов. Мы открыли у себя макаронное производство. Вот. То есть, все для себя делать. А может быть, и не только для себя, а и для реализации. Вот. Хотя, значит, если бы мы укрепились вот сейчас, да, и имели бы, значит, крепкие кадры, устойчивые кадры, скажем так, вот, устойчивые кадры, меньше была бы, значит, текучка, вот, чтобы они были более квалифицированные, тогда можно и шире производство обслужить, и обеспечивать, и открывать ранее закрытые, вот, недавно цеха. Надежда на возрождение есть. В какой-то мере даже этому способствует сегодня сложив ситуации в крае, в регионе, я имею в виду занятость. Изменяется ситуация на рынке. Появилась возможность работать на иностранные фирмы. Одним словом, если мы до 92-го года включительно наращивали объемы, потом резко стали снижаться, одна из причин это была и трудность реализации продукции, трудность выпуска конкурентоспособной продукции. Реализовать ее на внутренней рожинке в силу его заполнения импортом, при том по ценам значительно ниже, чем у нас, то ряд принятых мер правительством. Это и сертификация, это и пошлины, и новозимые товары, и квоты, которые сегодня вводятся. И принятые меры оказания финансовой помощи правительством, чем мы тоже пользовались. И поддержка краевой и городской администрации, и администрации всех городов, где мы сегодня, так сказать, имеем свое производство, и где мы сегодня создаем его. И перестройка, так будем говорить, и психологии, и сознания, значит, овладение новыми методами управления. Я бы должен сказать особенно, понимание и нашего сегодня коллектива, кто работает, и такое проявленное терпение, значит, к создавшейся ситуации, и вера в возможности улучшения. Все это вместе взятое дает основание не только надеяться, но и даже заверить, что положение пойдет на поправку. Ведь объективно, ну, прежде всего, мы производим ту продукцию, которой нужна населению. Людям нужно, так сказать, в потребительском смысле, пища, одежда, жилища. Одну из них мы производим. И если была, так сказать, допущена недооценка, что ли, важности роли производителя отечественного, то сегодня понимание такое и есть, и поправки вносятся, как я уже сказал. Слава Богу, мы не растеряли, или не совсем растеряли специалистов, не совсем утратили способность производить высококачественную, конкурентоспособную продукцию, о чем говорят последние наши, значит, выставки, отмеченные дипломами, дана хорошая реклама нашему предприятию, не только в России, но и за рубежом. Все это дает, как я уже сказал, основание, значит, быть уверенным, что предприятие, некогда имеющее численность около пяти тысяч работающих, работающих в две смены, будет в полной мере задействовано. Я верю, что придут к нам люди. К сожалению, это не так быстро, как сегодня хотелось бы. У нас сегодня много трудностей, и условия, кое в чем, так сказать, проиграющие, ряду предприятий. Поэтому не очень охотно идут, и, к сожалению, не все пришедшие закрепляются. Но положение это будет постоянно с каждым днем улучшаться. Сейчас у фабрики есть южнокорейский заказ. Он рассчитан еще лет на пять. Сроки и требования к качеству у корейской фирмы «Меджин» очень жесткие. Чтобы выполнить договорные обязательства, нужны работницы. На предприятии хронически не хватает рабочих рук. Для этого уже сегодня в Амурске и Солнечном открываются цеха по пошиву южнокорейских форменных курток «Анарак», «Чепс», «Колобрук». Два цеха рассчитаны на 500 работниц. Есть намерение организовать подобное производство в поселке Горном, в других населенных пунктах края. Кроме того, швейное объединение открывает участок, где будут трудиться инвалиды. На 25 рабочих мест заключен договор между предприятием и городским центром занятости населения, чтобы привлечь к труду людей, лишенных слуха. Сегодня объединение «Остро» нуждается в специалистах, ведь кадровые рабочие в основном ушли на заслуженный отдых, а молодежь не спешит на производство. Интенсивность труда, сжатые сроки выполнения плана требуют от мастериц высокой производительности и безупречного качества, чего зачастую не хватает тем, кто только осваивает профессию. Не привлекает молодежь и то, что заработную плату выдают небольшими частями, продуктами или товарами широкого потребления в счет зарплаты. Но это считают на предприятии временные трудности, которые удастся преодолеть, если объединение увеличит численность до 3000 швей. Думаю, что у комсомолки будущее есть. Я всегда оптимистская и всегда говорю, что все-таки я верю, что комсомольск нас, былую славу, мне кажется, все-таки он восстановит. Не знаю, но я верю в это. Мы работали и работать будем, что я все-таки думаю, что на нашу легкую промышленность все-таки будут уделять внимание, и я думаю, что в ближайшее время. И видеться в том, чтобы специалисты наши, и те, которые у нас есть, и молодые, сегодня специалисты, консультера, технологи, и швеи, учащиеся ГПТУ, приходили к нам на фабрику. Откуда у нас сейчас? Как вам скажу? Говорят, в недалеком будущем появится на фабрике мощное меховое производство. Целая цеха по пошиву манто, полушубков, дубленок, с заказами из-за рубежа, ближнего зарубежья, стран Европы и США. А что думает по поводу возрождения комсомолки сам директор? Каким он представляет будущее своего родного детища? Если бы сегодня поверили и пошли, мы готовы сегодня в городе Комсомольске принять даже в одну смену еще порядка 700-800 человек, а если в две смены, то это порядка 2000 работающих. То есть прийти к тому уровню загрузки, занятности, которая когда-то на фабрике была бы, мощности мы не сокращали. Я хотел бы еще раз обратиться к горожанам и не только к женщинам, девушкам, но и к ребятам, мужчинам. Приходите на работу. А нашим ветеранам хочу передать огромное спасибо за все, что они сделали для коллектива. Хочу заверить, что о них здесь не забыли, помнят. Прошу принять мои извинения за то, что вас сегодня не могут честовать, отблагодарить, оценить так, как вы этого заслуживаете. Прошу с большим пониманием отнестись к той ситуации, которая есть и с большей верой в то, что будет лучше. К работникам, которые сегодня работают, обретите терпение, приложите еще усилия с тем, чтобы мы больше не скатились в той ситуации, в которой были и были уверены, что мы с каждым днем будем улучшать положение, восстанавливать и экономическую мощь, и восстанавливать ту добрую славу, ту репутацию, которая была у коллектива. Поздравляю вас с нашим праздником, с круглой датой. Желаю всем самого наилучшего в работе, в быту, в семье, крепкого вам здоровья. Возрождение комсомолки факт реальный и почти свершившийся. Поэтому будем считать, что 40-летний рубеж это как бы второе рождение прославленного, заслуженного коллектива, который всегда высоко и гордо нес имя города на Амуре и представлял его на своей торговой марке, как символ мужества, как символ величия тех, кто живет на Дальнем Востоке. С праздником вас, друзья! С началом доброго и светлого пути в завтра! Будьте счастливы, будьте здоровы и удачливы во всех своих поисках, во всех открытиях! В доме моем много друзей, звуки музыки да темна, много смеха и много долгих дней, когда я совсем одна. В доме моем всем хватит углов, хватит воздуха и тепла, хватит добрых минут и ласковых слов, В доме не хватает лишь тебя. Без тебя дом мой пуст, как в снегу розовый куст, я молчу, не рачу, приходи, я все прошу. КОНЕЦ КОНЕЦ